Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. Друзья, мы приветствуем вас. Вы слушаете программу «Открытое сердце» ведущая Ольга Онищенко. Сегодня в гостях у нас Людмила Головатюк из Киевской области, районный центр Мироновка. И как только я уже узнала, я примерно близко там жила и наша семья. Я там родилась, в Киевской области, и очень интересно, приятно встречать земляков. Друзья, сегодня Людмила поделится своей историей жизни, и мы даже затрудняемся, как ее назвать. Но я знаю, в конце у нас название родится. Но мы хотим... Я вам коротко расскажу, как мы с Людмилой познакомились и что мы сегодня хотим сделать. В настоящее время у Людмилы сын, инвалид, живут на четвертом этаже, нет возможности выходить на улицу. В конце мы будем просить финансовой поддержки, чтобы помочь ее взрослому сыну. Также пять лет назад Людмилы, младший сын, с его женой разбились в автокатастрофе. Людмила сейчас также воспитывает двух внуков. Больше о своей жизни Людмила сейчас расскажет. Мы делимся этими историями, чтобы поддержать того, кому сегодня трудно. Мы также делимся этими историями, чтобы люди лучше могли понимать друг друга. Ну и, конечно, третьих, если кого-то Бог побудет, если у вас расположится сердце. Людмиле надо 8 тысяч долларов, чтобы собрать на дом. Слава Богу, 6 тысяч долларов они уже собрали. Ей всего лишь надо 2 тысячи долларов. Мы всю информацию добавим над этим видео. Людмила уже давно просила помощи, но я и отзывалась. Но, с другой стороны, я говорила, Людмила, я не могу сказать за вас слово, когда я вас не знаю. Поэтому мы решили записать это видео. Больше познакомиться. Познакомить Людмилу с нашими людьми. И, может быть, друзья, кто-то из вас отзывется. А я очень сильно прошу вас, услышьте эту нужду и помогите. Потому что на четвертом этаже нет возможности сыну вообще выходить на улицу. Лифта нет. Поэтому мама со всей силой собирает деньги, чтобы купить домик, где бы сын в инвалидном кресле мог как-то немножко выходить на свежий воздух. Людмила, добрый день. Как у вас настроение? Готовы рассказать свою историю? Добрый день. И вам, а добрый вечер нам. У нас подний вечер. Да, готова, конечно. Спасибо, Оля, за согласие участвовать в вашей конференции. Я сначала, может быть, сомневалась, но потом решила, знаете, рассказать все. Вы действительно поверили мне это. Моим жизненным проблемам. Даже не так мне поверить людям. Потому что есть люди, которые говорят, я бы пожертвовал, а ты знаешь этих людей лично. И когда я скажу, я их не знаю, я вам ничем не могу помочь. Да, я понимаю. Я говорю, вот свидетельство, мы общаемся, человек больше открывается помочь. Также за последние пару лет у меня были люди, которые меня очень сильно обманули. Которые просили деньги, которые просили посылки. Поэтому мы очень аккуратно стараемся все вот это делать. То спасибо, что вы согласились. И я считаю, это очень правильно. У вас открытое сердце. Вы просто расскажете свою историю жизни. Она останется как свидетельство вашим внукам. Она останется свидетельством людям, которые будут слушать. И знаете, я уверена, ваш путь был не из роз алых. Конечно, на нем были и слезы, и шипы. Я просто верю, что ваше свидетельство послужит кому-то поддержкой, а для кого-то вдохновение. И я верю, что люди отзовутся и вас как-то поддержат. Хорошо? Спасибо большое. Давайте начнем из вашего детства. Расскажите, где вы родились, кто ваши родители. Была ли у вас верующая семья, или вы уже позже пришли к Богу. Проходило ли ваше детство счастливым, или вы вырастали в тяжелой, трудной ситуации. А где и на кого вы выучились, и как вы познакомились с вашим мужем. Спасибо, Ольга. Мне 63 года. Я родилась в Николаевской области, районный центр Врадьевска. В 1957 году. Ну, в 1965 году так получилось. У нас родственница уехала в Среднюю Азию. Мамина сестра. Город Токмак, там, возле бывшего фронта, сейчас Бешкет. У нас такая бедность была тогда в селе, что у нас света даже не было. И вот она уехала там, работала и так далее. И, в общем, она сориентировала нас уехать туда с семьей полностью. С мамой и с отцом. И мы уехали в 1965 году в Тиргизстан. Я там лично прожила 10 лет. Там еще сестра моя родилась. Закончила среднюю школу. За это время хочу сказать, что я выросла в семье верующих. Ну, может быть, отец к этому так не сильно. Но мама очень... Она в аптекистской евангельской церковь ходила. Я с ней постоянно ходила на собрания, на певчую. Это точно, потому что... У меня недавно была мама, она могла бы самой сесть бы и подтвердить это. Она уехала. Она от брата. Она еще 84 года. И вот так я... Понимаете, с Богом я... Ну, как, была неприкосновенная еще тогда. Ну, может быть, еще маленькая. Потом, значит, я пошла учиться в Киев. Закончила Киевскую академию, сельхозакадемию. Это было уже в 80-м году. И познакомилась там с мужем своим. Он вместе, он учился на Лисфаке, а я на Агрономическом. Ну, так получилось, по направлению попала в институт Мироновский... Мироновский институт пшениц с лекцией имени Ремесла. Может быть, кто-то знает. Да, из-за воли знаете, потому что это рядом. Раньше это было при Союзе, большой наушный центр. Я проработала здесь 15 лет научным сотрудником. Ну, родила... Я приехала с Сережей сюда, с старшим сыном. Тут родила второго сына Женя. Проработала 15 лет. После этого я ушла преподавать техникум. Тут рядом у нас масло в Киевской области. Мне предложили там... Я там 5 лет работала преподавателем-студентом. Ну, до 6-го года. Потом Сережа, старший сын, у меня попал. Получил травму. Не попал, а получил травму. Они поехали... Богуслав, вы знаете, есть такой город, там есть красивые места речка, с друзьями купаться. Ну, все ныряли в одно место, а у него получилось, что... Или ближе, или, может быть, там камень какой-то попал. И поломал шейные позвонки. Ребята его вытащили с воды. Ну, в тот же день мы на Киев в область. Мы сделали ему операцию. После этого мы лежали почти 3 месяца в регистрационном центре в Киеве. Там центр Морусевича есть возрождение. Благодаря этому я прошла школу. Вы знаете, потому что если не пройти вот уход за таким больным, это катастрофа. А там действительно я поняла, как за ним ухаживать, как ему идут перевязки, там, ну, в общем, упражнения и так далее. Ну, и он благодаря этому центру разработал руки. Мы купили ему компьютера, он начал играть. Нам так сказали, что даже такие тяжелые, сильные игры, которые развивают, ну, функцию рук. Не так даже печатать, смотреть, а именно, ну, стрелять, там, что-нибудь смотреть. И уже такие тяжелые игры. Они, может быть, детские, но мне они сказали, что руки разработали. Так все. И вот он, благодаря этому он разработал. Ну, вот, на этом я так ушла с работы, потому что мне невозможно было. Я больше двух часов не могла его оставлять дома. Ему надо было пить, ложить, садить. Ну, и так вот эта жизнь. Ну, каждый год мы старались ездить в санаторий, потому что мы получили эту квартиру в 91-м году. И так получилось, что четвертый этаж, мы же не знали, какие у нас жизненные обстоятельства. Предлагали на первом этаже, мы все-таки пошли на четвертый. Ну, и вот в 2006-м году случилась эта травма. Спустя, ну, это 6-м, ну, или прошло 5 лет, 5 лет назад погибает мой сын, женой. Они не были расписаны, просто жили гражданским браком. Второй сын, младший. Младший сын, да. Первый инвалид, второй погибает. Да, второй сын, женой разбились. У них было две девочки. Сейчас им 13 и 17 лет, ну, 5 лет назад это было. Это тогда было, да. Первый класс девочка пошла. Родная бабушка их забрала сначала на подопеку ее по маме, Наташа. Потому что эти девочки мамины, они не были вашими дочерьями, они не были дочери вашего сына, это были женщины с кем? Да, 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 да. Они, да, по крови они не были. Ну, он их очень любил, он ухаживал, он, ну, просто, младшая девочка вообще папа его называла, потому что она родного-то не помнит. Они приехали, ей полтора годика было, сюда нас спасло. Ну, вот после этого бабушка родная забрала, но спустя 4 года у нее рак в дуге, она умирает. В тот же день я решилась куда? Звонила в опеку, они сказали, если вы не заберете, значит, мы ехать где-то дома. То я сразу оформила опекунство, у меня есть решение. Ну, я потом все это вышлю. В 16-м году, 9-го месяца, 9-го марта, я оформила опекунство. Вот уже 5 лет девочки у меня хорошо учатся, помогают. У нас небольшой там участок огородки, сфу, картоску, сагину, ну, в общем, кубинка там, так сказать. Помогает за всеми, пазывает. Вот когда-то, если я еду, они будут и не попить, побормить ее. В этом отношении у меня. По-другому поступить у Лея не могла. Потому что, если бы я их разрешила, ну, не дала разрешение у себя в опеку над ними, то я не представляю даже, куда принять ее. Вам государство выделяет какие-то деньги, чтобы содержать девочек? Конечно. Они сразу после опекы, значит, ну, они же идут как социальная помощь подопечным детям и аптекам над круглыми сервисами. Ну, сейчас размер пенсии на одного ребенка 5-6 тысяч гривен. Хотя я считаю это несправедливо, потому что ребенку, например, девочке моей старше 17 лет и 7 лет, одна та же сумма, а все-таки и одежда, и размер, и кушать, и... Это же все продукты, понимаете, это все... В общем, наш совокупный доход с мужем, например, и с сыном всего 7 тысяч мы в месяц получаем. Вот наши пенсии. У меня 2,160, у мужа 2,300, у сына 2,600. По уходу за сыном я получаю 264 гривня в месяц. Это вообще... Необъяснение такое слово, не знаю. Ну, вот это самая проблема у нас с этим жильем. Если бы уже не было... Понимаете, раньше как-то молодые были ребята, кто-то было бы выносить их на улицу его, потому что это надо двоим, таким хорошим, мощным, таким сильным ребятам, чтобы его под руки и за ноги внесли 4 этажа вниз, потом посадили на колес. А так, в этом году последний раз приехали мы с санатория, он говорит, мам, давай я еще раз меня вынесу, поеду на кладбище, проверю. Женьку. Приехали мы на это самое вече. Ребята поразбегались, по некому, по некому. И все, и ужас. Я такое пережила, что выносить надо было кого-то просить. Ну, в общем, это нереально. Значит, вынести вынесли, а занести некому было? Ну, тот уехал, потому что он же не на час гулял там полдня. Ну, в общем, мне надо было решить. Потом я случайно встретила женщину, которая живет в этом доме сейчас. Она переоформляет в марте месяце, в этом месяце дом после смерти матери. Ну, на это самое следствие. И Люда говорит, я знаю твои проблемы, я уезжаю к сыну Куршинцев, Ченковскому, вы знаете. Он говорит, а дом я продаю. Не хочешь, приедешь, посмотри. Когда Улия приехала в этот дом, он, ну, я ходить, я даже потом фотографии могу дышать. Они, он сделан все там для жилья, особенно для инвалидов. Широкие двери, двойные проемы, новые окна вставлены, ремонт внутри. И самое главное, сам физический область. Там ванна, можно и заехать, и плитка обложена, туалет, ванна, стиральная машина, бойлер у нее стоит, кухня большая, две комнаты. Сереже будет одна комната, девочка там, но самое главное, что он все лето может быть. Вот сейчас весна, тепло начнется, и вот не надо посторонней помощи. Я сам посадила на коляску, он выехал, вот во двор, и тут недалеко от нашей квартиры, это полтора километра. Дороги у нас хорошие, он проехал бы, с друзьями пообщался, и так. Ну, в общем-то, я очень загорелась этим желанием, думала, ну, вот поэтому я и обратилась. И в Фейсбук, и к местным органам, и мне отвлекнулись. Мои хорошие друзья Швейцарии, это базальские, украинские громады, там, украинская громада базаль. Я встречалась с директором в Киеве, там, ну, и в Польше у меня, фонд отозвался. Ну, в общем, с миру по нижней, Бог мне дал, что их веру такое, что я все-таки смогла собрать. То есть мы родные помогали, однокурсники мужа, мои подключились. Ну, я использую все возможности. Так что жду сейчас, вот она перепляет документы, она не позвонит, мы уже будем тогда. Вы уже в процессе покупки, просто, насколько я понимаю, еще около 2000 долларов вам не хватает. Да. Да, это точно, потому что... Вот эти деньги, как скоро вы сможете туда переехать? Ну, как можно. Вы знаете, она переоформляет это наследство, то это тоже длительный процесс, но она так и сказала, что в марте. А в апреле, я не знаю, получится ли у нее, она там дом тоже купила, ей сын, она делает ремонт. Ну, это дело времени. Главное, она говорит, она говорит, огород приезжай, садила в этом году, потому что, говорит, тебе не бегать туда-сюда, а я там буду садить. Людочка, вы можете прислать мне фотографии сына и дома, и справки, и мы добавим их в это видео в конце, и люди смогут увидеть. Можно ли я вас спрошу, немножко расскажите свое сердце, откройте свое сердце, если вы могли бы, пожалуйста, материнское сердце, что там происходит, потому что это тяжело представить, что там происходит. С одним сыном травма, со второго сына потеряли, а внуки, даже не свои, но внуки, можно сказать, так назвать. Что происходило у вас в сердце, когда это все произошло? Пошутнуло ли это ваш брак как-то? Что вы слышали о церкви? Вообще, вот этот весь ваш опыт, где вы нашли силы жить и улыбаться? Я сама не знаю. Наверное, вера в Бога моего. Я только верю Ему. Я вам расскажу, не знаю, может быть, поверить или нет. Это было спустя два года, или три, может быть, после смерти, гибели сына младшего. Мне так было тяжело, что я не знала. Да, действительно, тяжелое состояние. Год после смерти я была в другом мире жива. Вы знаете, это надо пережить, это надо просто понять все. Ну, сидела я так вот вечером, как вот сейчас с вами, в окне смотрела, молилась так всегда, вечером. И вы знаете, мне такой луч света, образ Иисуса Христа, и луч свет на меня падает вот так в окне. Все у меня. Но он стоит в этой манте, так распростерки его руки, ну, как обычно, на это, наверное, на рисунках. И я начала, когда я молитву, отче нашу, так и читала, я перешла на другой, Оля Язык. Вот я со стороны себя, я слыхала, и язык не тот русский, ну, молитву на русском языке, а тот, что мы читаем по-другому. Я просто со стороны себя сама слышала этот голос. Это длилось минут пять, наверное. И вот это потом исчезло, это сияние. Я получила такое облегчение. Я после этого, я искала, думаю, ну, кто, как мне это объяснить, это явление. Я искала, ну, еще у меня интернета туда не было, у меня такие, такое. Читала книги, читала Библию, нашла. Потом у меня там одна книга, ну, мне надо пойти ее взять, я могу вам показать. Я ее перечитала, там конспектировала полностью это. Да, действительно, есть такое объяснение, такое, там, святого явления. Это святой дух, наверное, в этом не попал. А вы не маптистов, и это было, наверное, как говорили, на иных языках, получается? Наверное. Это было. Я же говорю, что я сама не поняла, почему. Как бы Иисус пришел, и после этого вам стало легче, да? Да. Ну, я обрела какие-то креи, я начала улыбаться, я поняла смысл, я знала, что я понимаю, мне есть, чем жить. А потом, когда я детей забрала, то, знаете, для меня это смысл какой-то другой, что учиться. Потому что я знаю, что мне надо кушать, что ему надо учиться. Я девочка, и младшая, я тут 4 года, начальных классов, я просидела, с ней вот это на кухне, на уроке делали, старшая, то уже она взрослая, то она сама там занималась, но с этой я в начальных классах, пока я понимала эту математику, все, что я с ней делала. Не роптали, не тяжело вам было? Мы лучше трудиться, чем... Нет, не тяжело. Знаете, это маленькие детки, то за ними уходы, а тут уже взрослые, вам наконтролировать. Я люблю порядок, чтобы у них было сложно, чтобы там, знаете, вещи и так далее. А так, то, ну, мне они помогают во всем, а до этого я и живу этим. Мужу тоже они, муж очень любит, особенно младшую, он еще, когда они приехали, он их на руках ее носил. Как ваш муж перенес травму сына и смерть другого сына? Он тяжело очень перенес. У него после нервной, это самое, ой, это болезнь, пятна такие прям появились, как называется, на нервной почве, да, что он долго лечился. Ну, сейчас мазей там здесь не прошло вроде. Но сейчас он вошел уже в этот самый, ну, в такую жизненную сначала, а после потери все, в общем-то, я сильнее была. Людочка, что вы можете сказать тем людям, которые не знают горя с одной стороны, как они могут поддержать таких людей, как вы? Что можно в таких ситуациях говорить? Что не надо в таких ситуациях говорить? Что вы слышали от людей, от пастыря, от церкви? Что вам помогало? Что приносило больше боли? Ну, боль всегда приносит неравнодушие, то есть равнодушие людей и, знаете, непонимание. Может быть, они думают, у меня такого не будет. Вот это я. Понимаете? Не знаю, вот я вам расскажу маленький такой случай, когда я оформляла документы на сына, на младший, ну, когда инвалид носил, это было вместе у Миронов обыкновенная бумага, надо было просто наточить. Я приехала у нас 10 километров края центра. Спешила я на маршрут. Вошла в администрацию, я говорю, девочки, подпишите мне там, потому что у нас обед. Я говорю, девочки, у меня сын лежачий, я не могу надолго его оставлять, а маршрут приходит там буквально через 2 часа в шторе. Я говорю, не могу его оставлять. Ну, подпишите, я говорю, пойдите мне. нет у нас обед, закрыла передо мной окно в целой части. Я, конечно, была насколько расстревожена, плакала, но потом ладно, я уже все-таки засидела, подписала, забыла я. Долго, может, года 3. Звонит мне с опекунской, то есть социальной знакомой, которая оформляет документы, Люда, говорит, вы серьезно ездите в санаторий. Расскажите, пожалуйста, там у меня одна знакомая, говорит, у нас в администрации работает, говорит, у нее сын побывали, и вот она хочет его повезти, говорит, на лечить. Ну, я говорю, ну, дал телефон, нам не раз, второй, третий, а потом мы так говорили, ну, давайте встретимся в Мироновке, я приеду выше Мироновской, встретимся, поговорим и мы говорим. Оля, когда я увидела эту женщину, это оказывается та, у которой я когда-то просила подписать эту демо, понимаете, она, может быть, меня не помнит, но я была в таком шоке, я стала, меня просто речи собрала, думаю, ну, некрасиво вроде не говорится, что Бог тебя наказал, нет, это не Бог, ну, нельзя так, понимаете, относиться к людям, такой, надо всегда входить, помогать, подумать, ну, я была в санатории уже сколько, я увидела этих инвалидов каждый год за ее девять, это шоковое состояние, у нас водитель, когда один новый, постоянно на знакомые водит, но один, когда новый привез, и он увидел этих инвалидов, старых, молодых, девочек, старых, не старых, все на колясках, на этих там, он, я ночью мог спать, так что надо всегда входить в это положение и чувствовать материнское сердце. Да, Людочка, я хочу спросить такой вопрос, не знаю, в тему он или не в тему, когда вы говорите, у меня мысль просто пришла, вы слышали о нашей книге Пазл, Илюши? Нет, Улечка, я вот, как вы, как нашла у вас, у вас в фейсбуке, я никогда не, это первый раз, когда я с вами познакомилась, я тогда прочитала эту книгу. Да, а вы уже книгу прочитали или только узнали о книге? Нет, я только узнала, я же говорю, я хотела... Смотрите, если вы пришлете мне адрес, у меня есть Таня Москова в Харьковской области, она вам может книгу выслать, подарок оттуда. Если вы найдете время прочитать ее, я просто думаю, эта книга помогает раскрывать сердце, показывает сердце человека, кто проходит трудности, во-первых, помогает выплакаться, найти какое-то душевное исцеление, ну и в-третьих, помогает понять друг друга. И часто родители, кто читает мою книгу, они просят, говорят, можно твою книгу в госпиталь, где матери с особыми детками, или же в женскую тюрьму, или же в реабитационный центр. Я просто так подумала. Вы подумайте, почитайте и дайте мне знать. Если вы ездите в санаторий, и вы почитаете мою книгу, и поймете, что она может помочь человеку вот в этих критических ситуациях, мы можем... Тоже я выхожу на Facebook, прошу поддержки финансовой, люди жертвуют. Мы могли бы вам ящик книг заказать, там 10-20 книг, если у вас будет желание, просто эти книги с собой возить в санаторий и дарить там находящимся людям. Эта книга конкретно трогает... Да, это целевое будет, да. Потому что там, я говорю, там есть и молодые, есть дети, есть... Ну, в общем, разные диагнозы. Вы просто хотите сначала... Я прочитаю сначала сама, да, как это будет. Вы хотите, чтобы ящик книг мы заказали вам уже сейчас, или вы хотите пока... Нет, давайте... Мою книгу почитать, и потом... Да, да. Да, да, я про это самое... А потом я вам уже полностью... Это смысл? Я люблю, когда это все видеть, как это... Потому что, когда я ее писала, я не хотела описывать все более правду, но Бог проговорил мое сердце, напиши все самое страшное, всю правду, через что ты пришла, и через твою книгу я буду исцелять из раненых сердца людей. Я верю, что она людям поможет. Хорошо. Договорились. Жуточка, что вы хотите сказать тем матерям, кто находится в похожей ситуации? А за вот эти два года вы уже, наверное, четвертый человек обращается ко мне с похожей ситуацией. Травма, травма, травма позвоночника. И я знаю, даже некоторые матери, вот они ухаживают за этими сыновьями, взрослыми. У кого-то оставляет жена его, у кого-то жена держится рядом. Дужья бросают, есть такое. Я бросаю. Да. Что бы вы сказали этим семьям? Какую поддержку вы могли бы сказать, как мать, прошедшая вот это горе? Ну что, просите Бога только поддержки, силы, веры. и здоровья. Я прошу Бога только здоровья. Я все могу. Я все могу сделать. Я все, я за эти 15 лет я медсестрой стала, потому что я настолько знаю эти все тонкости ухода за такими больными. Ну, желание, любовь. Всегда ребенок, не знаю. Я никогда не делю, знаете, как вот чужие, у меня чужих детей не бывает. Они не виноваты в том, что они сиропи остались. Но я в них с ними живу, я молодею, понимаете, я настолько это самое, потому что я, не знаю, с Сережей одна, только ими заниматься это трудно было. Даже Сереже, насколько я помню, младшая девочка приходит, Лерка, с уроком, она никому идет, она бежит ему в комнату, бросает в портфель и рассказывает, что там в школе делалось. У него такие глаза, его. Я же ее всегда беру в санаторию с тобой тоже, она там за ним бегает, ухаживает. Да. Пугает ли вас мысль, когда вы состаритесь, не сможете ухаживать за Сережей, кто будет за ним ухаживать? Умаетесь. Надеетесь ли вы, что вот эти две девочки все-таки смогут за ним ухаживать? Да, конечно, ну, кто его знает, как в жизни бывает? Ну, я знаю, что особенно младшая привязана к нему. Она его очень любит и всегда ему даже там прощают какие-то там разногласия у него, что-то поссорятся, но он тоже так потом, Лерка, Лерка, ну, ну, расскажи. Думаю, что все-таки я в то, что в них положила, даже за эти пять лет это вернется А если вдруг у вас получится, что они не смогут за ним ухаживать, есть у вас какой-то интернат или место, куда вы можете его определить потом? У нас близко здесь нет, только дом престарелых где-то там вот на старушке. Ну, не знаю, у меня родственники, у меня сестра в предмогательстве в близкие. Вот это тоже у меня осталось. Мама уже старенькая, конечно, не знаю, я честно, просто, знаете, я боюсь и прошу Бога, чтобы все-таки как-то это решился вопрос, что-то не знаю. Не знаю. И где произошла у него травма? Что он может делать, что он не может делать? Травма у него произошла, он нырнул в речку Богуслав, это возило 12 километров здесь. Там большая река Росс называется. она очень мугристая, такая, протекает между скалами, там, и поехали с тебя просто отдохнуть, купались вместе, ныряли вместе в одно то же самое. Или он ближе к берегу нырнул, попал, ну, в общем, головой ударился от этого перелома. И где этот перелом произошел? На каком позвонке? Перелом шестой, седьмой, седьмой позвоночник, он проник спиной нос. И вот получилось, что у него парализация от этого. На второй день мы сделали операцию, мост маяльный подставили, соединили позвоночники между собой. Но, как мне объяснил наш хирург врач, который делал, вы знаете, я вам гарантии никакой не дам, будет работать или нет этот спиной носок. Это все-таки, ну, как он мне для сравнения тогда сказал, это все как телевизор. Провод толстый, но один проводок не работает, видео вы не будете видеть. Так же, так же получилось. Он мне тогда сказал, наберитесь мужества, смелости, потому что это очень тяжелая травма. Сначала он руками не мог даже не поднять, но благодаря центру реабилитации там были специалисты, которые его садили, ложили, делали упражнения. Ну, а сейчас такая ситуация. Я сама его сажу на коляску, ложу. Муж, он боится, ну, а я такая смелая, сильная, что меня просто учили. давайте туда, Людмила, обратимся с просьбой к нашим слушателям. Просто скажу этим, что бы вы хотели попросить, как бы они могли помочь вам и через какие способы, через банковскую систему они могли бы пожертвовать вам эти финансы, чтобы собрать еще 2000 долларов и купить дом, где сын может выходить, выезжать на инвалидном кресле на улице. Да, спасибо, Оля. Хочу обратиться ко всем добрым людям, если есть такая возможность помочь. Ну, форма оплаты, там, не знаю, у меня есть медицинский фонд GoFundMe, который создал мой канадский друг Алексей Луценко. Он уже действует на протяжении 5 лет, я просто случайно с ним познакомилась и вот он таким добрым сердцем, у него кстати жена, она у меня в друзьях, к сожалению, она работает тоже в доме престарелых, но это холстик, да, она сама психолог по образованию. И вот он мне создает этот фонд, я тоже его выкладываю в фейсбуке, ну, кто, кто, сколько может, понимаете, каждого любые разные возможности. Он потом собирает эту сумму пересылает по Вестер Юнию на мою карточку. Другой способ, не знаю, пишите в личку, может быть, кто-то может быть в Вестер Юнии, Монегрейм, Рейд, есть такая система. Я знаю, я, когда присылаю деньги в MoneyGram, можно это делать через интернет. У меня почему-то тяжело это сделать. Я езжу обычно Walmart, Customer Service, и все, что они просят, мой номер телефона, мое ID, и потом они говорят, куда ты высылаешь эти деньги. Я говорю, Украина, имя, фамилия человека, который должен получить, и сумма. И это мне обходится 8 долларов за это заплатить, и они мне дают номерок, там, кажется, 8 цифр, номер. Нет, если в Астер-Мьюнер там 10 номер, а MoneyGram там, по-моему, 8 или 9. Потом я этот номерок, фотографию пересылаю человеку, кто должен эти деньги получить, он с этим идет в банк и получает. Очень-очень легко. Вас можно найти, это Украина, и вы будете получать. Украина да, английскими, Людмила Головатюк написано, и у нас в любом банке, оно у меня даже, я, у меня внучка на это самое, в общем, тоже скачала Privat24 приложение, я могу даже в интернете, онлайн в режиме получить, и сразу на свою карточку положить. это удобно, не надо ездить вон. Людмила Головатюк. Да, только номер тогда, номер перевода, сумму и номер перевода. У вас телефон в WhatsApp есть? Есть, я вам выслула. А вы скажите, чтобы люди... А, да, запишите тогда номер телефона, ну, это наше, украинское, это международное, плюс 3, 8, 0, 96, 65, 94, 9, 75. Еще раз, медленно и громко. Да, плюс 3, 8, 0, 96, 65, 94, 9, 75. Хорошо. Спасибо, Людмила. Друзья, спасибо всем, кто прослушал это свидетельство жизни. Сегодня мы записали его коротко. Обычно мои свидетельства занимают часа полтора-два. Я уверена, если бы Людмила рассказала всю жизнь от начала до конца, ей бы и два дня не хватило. Я уверена, что в жизни она прошла, и много вершин, и много долин, и даже то, что произошло за последние несколько лет. Очень печальная история, но эта мама умеет улыбаться, эта мама набирается смелости, просит и хочет, старается помочь сыну. Просим, кто работает, у кого есть лишних 100 долларов. Обычно, если по Библии, 10% мы должны давать Богу. И это ваш выбор. Вам не обязательно все 10% отдавать в церковь. Вы можете свои 10% пожертвовать этому человеку, Виктору, маме, Людмиле, чтобы они могли доложить 2000 долларов к сумме 8000 и купить этот дом, где сын не будет жить на четвертом этаже и раз в году выходить на улицу, а где сын сможет выезжать на инвалидном кресле прямо во двор. И что еще может быть хуже, когда утром друзья вынесли сына на улицу, а вечером сына занести на четвертый этаж. Нет, что творится в сердце матери. Пожалуйста, прошу, откликнитесь, поддержите маму Людмилу. Людочка, мы благословляем и отслужение открытой сердце. И вы, наверное, слышали, что мы организовали проект Паззл Илюши, назвали это проект для родителей, у кого особые детки. В настоящее время мы открываем здесь центр поддержки и вдохновения. К сожалению, у нас еще нет фонда, мы сами живем на попрошайках, можно сказать, просим пожертвований, потому что нас 5-10 мам собираются, которых идей на миллион, а денег в кармане ноль, никто из нас почти не работает. Да, я понимаю. В будущем хотелось бы, чтобы были какие-то финансы или от государства, или от полспонсора, чтобы и нам свою жизнь как-то свои дни работы оплачивать и чтобы еще мы могли уделять нуждающимся людям. В настоящее время что мы даем меру, это эмоциональную поддержку. Эмоциональную поддержку, вдохновение и иногда мы можем быть голосом забезгласного. И вот в этот час я согласилась и говорю, Люда, не знаю, чем могу вам помочь, но могу помочь вам записать ваше свидетельство, быть вашим голосом, написать пару предложений о вас, чтобы наши друзья услышали о вас. Мы вас любим, крепко обнимаем и я надеюсь, отзовутся добрые люди и все-таки помогут вам. Спасибо. Будем... Да, я документы, фотографии вам вышлюлю. Да, мы добавим видео. Да, фонд медицинский, ну и свои координаты. Кто как может, спасибо, я очень буду благодарна вам. А за книгу обязательно мне перешлите, пожалуйста, я пришел, да. Да, я потом вам напишу, там напишу. Да. Хорошо. Спасибо вам. Ну все, благословения вам. С Богом, Людочка. Дай Бог здоровья, всем благословения. Спасибо. Спокойной ночи вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok